Так, сегодня я иду на настоящую бразильскую свадьбу. Что это такое? Это такое полуофициальное мероприятие. В Бразилии свадьба это вообще отдельная тема разговора, потому что вы можете венчаться в церкви, вы можете сходить в местный ЗАГС, или вы можете собрать друзей, выбрать кого-нибудь из своих родителей, он вас благословит, и это уже считается свадьбой. Вот такое мероприятие, куда я иду сейчас. Не знаю, в общем, как там будет, посмотрим. Совершенно предсказуема свадьба в съемном домике. Домик выглядит превосходно. Естественно, 80% гостей. Я даже не представляю, кто это. Вообще нормальная практика. Почти все на свадьбу просто стараются снять домик в черте города. И в нем прям все. Церемония, еда, танцы, пляски. В каждой комнате что-то происходит. Здесь едят бабушки и прабабушки. Там готовят. Паварская жизнь кипит. Ого, сфой, сколько тут людей! Ой, это невеста! Я люблю тебя, Россия! Лучшая невеста на свете! Так, сейчас будет церемония. Посмотрим, кто будет священником. Что это, Мутнинген? Мутнинген. Мутнинген. Песня, это тамадан! Тамадан! Песня, мутнинген! Я надеюсь, сейчас никто не будет карандаш. Он приводит перекличка. Кто из какого региона? А, у Бринка, был более-менее вот так. Сем шором. Шут за 300. У нас салатик, балома для родителей. Трогательная речь, время плакать. Маленький. Очень много спичей. Очень тяжело их слушать, когда не понимаешь. Петругальский. Немножко понимаешь. DT enlouquecendo uma pista de dança com Dog Days Are Over. Леванта у картосин. Все, теперь все их благословили и считайте, что они больше женат. ВИМОЗАРМАН! ВИМОЗАРМАН! Мы будем делать вот здесь, вот здесь, чтобы не отреполировать. Абрил. Эси скотеринги. Хай, Маша! Сим. Пожалуйста. Невеста обожает Россию. Блин, короче, это было так мило и так классно, но одновременно для русского глаза вообще неофициально, как вечеринка, а не свадьба какая-то. А теперь жених поет со своей группой. Перед основной едой, естественно, есть какие-то снеки. И я в первый раз за полгода жизни в Бразилии нашла черный хлеб. Шизос. Это маринованные в уксусе сосиски. Давайте будем честны, нет ничего от человека русскому лучше, чем свеженький, хороший хумус. Это пища богов. Декорации обалденные. Вообще, я уже устала тут, пожалуйста, что все чересчур как-то прилично. Не обещали, что будет порево с чудинкой. Подождем. Короче, вечеринка начинает раскачиваться. Люди танцуют, прыгают, употребляют и пьют. И просто печатцы. Поверьте мне, бразильцы просто едят с лошади. Ну, вы видели бразильские попки? Это мы едим сегодня. Я не понимаю, что это. Пюре, но это не картошка. Грибы, мясо и кивицу. Болета, кунсунги. Болета, кунсунги. Кунги. Кунги. Так, корр пин. Ангума, краканчи. Как сейчас будут кидать букет? Это очень опасно. 2-یا. 1-3-3-4-4-4-4-5-4-4-5-6-7-9-7-8-9-9-11-7-8-5-7 Ты самый лучший! Большой лучший лучший! Все было нормально, а потом как в тумане. Букет поймала, песть успела, свадьба удалась. Бразильские свадьбы. Пока, пока, офигенный дом. В свете того, что бразильцы обожают начинать вечеринки в полдень, то сейчас полночь, да не, наверное, уже сейчас ночь, уже все убитые. Танцевать, пить 11 часов тяжело любому. Я, как Ирина Аллегрова, пооравшей и осипшей, нахватала букетов и отправляюсь на боковую. Сейчас водитель от хоризонтемы отдохнется. Увидимся в следующем видео. Всем мои объятия.